Тогда уже точно начинаем. Всех приветствую сегодня на онлайн-сессии вопросов и ответов по Eilantis Python School. Меня зовут Эля, я куратор Eilantis Schools. Со мной еще сегодня три лектора. Это Паша Шушков, Ксюша Пенигина и Валерий Дышлевой. Мы готовы сегодня презентовать вам программу курса, ответить на ваши вопросы. Поэтому все вопросы, которые есть, задавайте, пожалуйста, в чат. У нас в конце нашей лекции будет время на вопросы и ответы. Мы обязательно на все ответим. Первый сегодня будет выступать Паша Шушков. Я ему передаю слово. Спасибо большое. Начнем мы с того, что мы вообще обсудим, насколько Python Developer вообще нужен в нашем мире. Можно сразу на следующий слайд переключить, пожалуйста. Да, еще один. Да, где используется Python? В принципе, мы знаем, что Python сейчас набирает очень больших оборотов, потому что он используется почти во всех крупных компаниях. И тот же самый YouTube, он начинался с Python. Google начинался с Python. Понятно, что большинство этих компаний не используют как основной язык, но, в принципе, во всех основных таких core-фичах он сначала проверяется на Python, а после этого уже переходит на какой-то другой язык. Из этого есть очень большая потребность в Python разработчиках. И, в принципе, Python используется везде. То есть это очень универсальный язык, и под ним можно, не знаю, делать и какие-то вычисления, можно делать и сервисы, можно делать Computer Vision. То есть там, не знаю, все, что там самое крутое, то есть там та же самая Тесла, которая использует Computer Vision. Computer Vision, в принципе, написан на Python в большей части. Да, можно следующий слайд, пожалуйста. Так как мы видим, в принципе, есть рейтинг Тиоба, он говорит о том, что Python становится все популярнее. Становится он популярнее из-за того, что для больших и средних проектов Python очень быстрый, то есть в плане разработки, и он достаточно дешевый в плане поддержки. То есть если мы возьмем, не знаю, Java, то это для очень больших проектов, когда есть очень большие бюджеты и время, а с помощью Python мы можем просто взять и быстро попробовать какой-то проект запустить и попробовать, посмотреть, или он пойдет, и пойти дальше по раундам. Да, можно дальше, пожалуйста. Да, в Украине Python-разработчики начинают очень сильно идет такой взрыв, потому что все больше компаний заходит на рынок Украины, и количество вакансий просто увеличивается в очень много вакансий сейчас, и Python-разработчик всегда сможет найти себе работу, и это очень перспективно. Да, можно следующий. Из приятного, конечно, что, понятное дело, что компаниям всегда хочется помочь компаниям и быть крутым, но всегда мы возвращаемся к зарплатам, вот, и компенсациям, и зарплаты, в принципе, тоже растут, так как между компаниями появляется кое-какая конкуренция, и можно быть уверенным в том, что если ты будешь Python-разработчиком, то через, там, в ближайших 5-10 лет у тебя будет работа, и у тебя будет куча проектов, и ты сможешь выбирать то, что тебе нравится, то есть, как я говорил, уже очень много компаний используют Python, то есть, я не знаю, там, нравится какие-то Home умные устройства в стиле IOT и прочего, ты сможешь пойти в компанию AJAX, я не знаю, нравится Computer Vision, ты можешь пойти в Reface, то есть, на самом деле, Python-разработчик становится универсальным таким бойцом на рынке разработки, да, и дальше, в принципе, передаю слово Ксюше. Да, всем здравствуйте еще раз, я вам немножечко расскажу про софтскиллы и хардскиллы, для начала расскажу, что такое софтскиллы, софтскиллы, это так называемые, даже не критерии, а моменты человеческого качества, да, человека, которые мы приветствуем на нашей работе и школе, то есть, это то, что нельзя проверить какими-то тестами, это именно качество человека, то, чего мы ожидаем от софтскиллов в нашей школе, это то, что ни в коем случае не бойтесь показаться глупыми, потому что вы еще не так много знаете, и мы всегда будем готовы ответить на ваши вопросы, то есть, ваши вопросы, на самом деле, залог вашего успеха, ну, быть готовым к своим же ошибкам, ошибки всегда, всегда, даже у нас опытных людей, каждый день мы их получаем, но нужно уметь с ними их читать, их понимать и их обрабатывать или фиксить. Структурировать свои вопросы и запросы. Это одно из важных качеств, потому что, знаете, как говорят, что Джун вопросы в Google задает на русском, а Синьер уже то же самое, но на английском, то есть, мы научим вас, как правильно гуглить, потому что это на самом деле самое первое качество, которое вы должны уметь как разработчик, потому что каждый день мы сталкиваемся с какими-то моментами, которые обязательно нужно прогуглить, и также, если уже не нашли в Google ответов, мы всегда вам поможем. Имеет запас прочности. Ну, тут, скорее всего, просто имеется в виду, что вы не должны сдаваться, потому что программа будет достаточно интенсивная, очень много информации, вы должны будете уделять этому время, и поэтому не сдавайтесь. Внимательно слушать и анализировать информацию. Ну, собственно, информации будет много, ее нужно будет уметь структурировать и анализировать. Ну, и самое главное – это желание развивать себя и учиться чему-то новому. По хардскиллам. Ну, собственно, хардскиллы – это так называемые технические скиллы, которые вы можете получить на курсах в нашей школе при подальшем изучении языков и так далее. Что мы хотим видеть у студентов нашей школы – это то, что они знают основы Python, так как мы учим Python не с нуля, это будет как бы уже для людей, которые сталкивались с языком, уже умеют что-то писать, и мы просто хотим углубить ваши знания. Знания объектно-ориентированного программирования, то есть что такое инкомсуляции, наследование, полиморфизм и так далее, так как это все встречается в нашей работе. Базовое знание – работа с БД. Мы хотим, чтобы вы знали, что такое база данных, возможно, какие-то самые простые запросы, из чего она там может состоять, SQL, но SQL, ну, желательно SQL для начала. Представление о RESTful, о архитектуре. То есть то, что сейчас очень часто используется конкретно в веб-технологиях, то, чему мы, собственно, учим RESTful, то есть вы должны знать, как происходит обработка запросов, то есть сам цикл от запроса до ответа. И базовые навыки работы с рейнборками Django или Flask. То есть, опять-таки, это основной стэк, с которым сейчас приходится сталкиваться программистам в вебе, и поэтому желательно понимать, как это работает. И я передаю слово Валерию. Да. Всем здравствуйте. Я вот тот человек, который будет привносить в вашу жизнь, ну, если вы попадете к нам на школу, будет привносить в вашу жизнь боль и страдания. Вот. Но в итоге это будет у вас награждено. Но, знаете, перед тем, как что-то сказать, хочется вспомнить, как бы, свои молодые годы, да, и если бы мне кто-то после универа или даже во время универа сказал, бросай это все и учи питон, то я ему, наверное, был бы благодарный раз миллиард. Вот. Ну, это такой маленький автопчик. Смотрите, я уже немножко просматривал ваши задания, которые вы тестовые сделали. Вот. Ну, скажем так, многие справились, да, то есть это уже хорошо. Есть, конечно, немножко негатива, но я как бы всегда к чему-то допридираюсь. Смотрите, первая часть нашего интенсива, почему именно интенсива здесь упоминается, потому что это будет действительно интенсив, и вот вы будете как на тренировке с самым строгим тренером, вот мы будем сделать с вас атлета питона. Первый пункт, который вы видите, это именно гид. Почему гид? Потому что, если вы не знаете гид, то как вы будете работать в команде, как вы будете делать мерджер-квесты, как вы будете мерджить, исправлять конфликты и так далее. Это вот тот самый корр, который вам нужен, да. То есть вот здесь и часть первая, она будет называться у нас корр, потому что это основы основ. Дальше у нас пойдут типы данных в Пайтоне. Я думаю, примерно из вас уже каждый знает, какие есть типы, это там строки, флоты, децималы, разные iterable штуки, вот, объекты, классы, и вот-вот-вот все в ту сторону, да, хотя в Пайтоне все есть объекты. Будет у нас немножко затронута тема динамической типизации, и мы будем говорить с вами о инфраструктуре проектов, как обычно состоит из чего, и вообще, чтобы понимать, если вы открываете проект, как его делать. Хотя нет какого-то определенного, эталонного примера, как нужно оформлять свой проект. Вы можете сделать хоть 20 вложенностей, но мы будем именно пытаться показать вам, что такое, как примерно в должен выглядеть проект, нормальный проект, не курильщика. Смотрите дальше. Вот у нас был пункт про динамическую типизацию, и дальше сразу идет MyPy, который пытается нам сказать все-таки, а давайте попробуем в типизации, потому что Python неспешно, мелкими шагами, но двигается в сторону типизации. Что это такое MyPy, и зачем? Это проверка вашего кода, что вам параметром должна приходить строка. И если там будет приходить не строка, а число, то потом в результате может что-то вдруг отвалиться на опроде. А вы, конечно, хотите ночью спать, а не вот это вот все фиксить. Дальше будут базовые понятия функций, классы. Пексуша упоминала. И Solid. Solid – это такая интересная тема в том плане, что она как бы сама себя подразумевает, но никто не замечает его. Потом, если вам интересно, почитайте на досуде. Это очень хорошие принципы того, как нужно оформлять ваш код. Следующий пункт – это Flake. Это форматирование вашего кода по PEP8. То есть у Python-сообщества есть набор правил, как нужно оформлять Python-код. Если вы когда-то писали на C или C++, знаете, там идет битва, где же ставить вот эту скобку – в начале новой строки или в конце существующей. Вот для того, чтобы таких ситуаций не было, существует Flake 8, и он будет вам помогать. Иногда не будет, но в большинстве случаев это очень полезная утилита для того, чтобы примерно в одном стиле писался ваш код, если вы работаете в команде от двух человек. Также есть такое классное слово Comprehension, которое никто в основном на собеседованиях часто не знает, а потом ты говоришь, это вот этот синтаксис ifo и in, он говорит, а, да, я это использовал. Мы будем тоже о нем говорить. И также про протоколы итераторов, генераторов и контекст-менеджеров. Что-то вы из этого использовали, что-то вы использовали неявно, но в большинстве случаев это все встречается в большинстве проекта. И вот смотрите, тут идет пункт 4 и 5, да, то есть эти пункты будут примерно в конце каждой части. Почему? Потому что на данный момент мы точно не знаем, как вы справитесь с вот этой нагрузкой. У нас всегда будет вот такой гэп маленький, чтобы мы понимали, возможно, нам придется сделать какой-то более, ну, например, пятый урок, мы просто выделим под то, чтобы дорассказать какую-то тему, которую кто-то не понял, да, то есть наша первоочередная задача не просто прийти и рассказать вам, ну, смотрите, вот там динамическая типизация, вот вам Марк Луц, 15 дела, пожалуйста, читайте дома. Нет, мы все-таки будем пытаться тащить вас за уши, да, вы будете тонуть, а мы будем вас тащить. Вот в каком-то таком-то темпе будем работать. И вот хотелось бы сказать про антипаттерны и best practices. Антипаттерны я уже видел в тестовых заданиях, спасибо, сам таким был, Кайс грешил. Вот, давайте пойдем дальше. И здесь мы будем переходить уже к джанго и базовым вещам. Как устроена джанго? Джанго – это Python framework, современный, с очень большим комьюнити, с большим количеством всяких доработок, батареек, называйте это как хотите. Мы вот будем проходить потом, как описать таблицу, как сделать админку, что такое миграции, зачем они нужны, нужны ли вообще, тоже поговорим. Вот, про обработчики запросов, про то, как делать вот эти все урлы, про middleware, зачем они. Вкратце затронем тему с формами, но буквально вкратце, сейчас объясню почему, потому что современный мир веб-разработки устроен так, что уже очень мало людей использует именно джанго, просто для того, чтобы показать какой-то шаблончик или что-то такое. Вообще джанго для этого, он очень огромный, да, можно взять тот же самый фласт и там что-то показать, но для общего образования мы покажем, как это делается. Вот, потом будет пункт с юзер-моделью, то есть, как правило, на вашем сайте всегда будет какой-то юзер, какая-то регистрация, неважно, через сторонний сервис или написанное вами. Вот, там есть несколько путей, как сделать свою модель юзера, вот, об этом поговорим. Потом идет статик файл и медиафайлы, это то, что касается, как ваши картинки, которые вы загрузили с админки или пользователь загрузил свою аватарку, как ее показывать локально, как показывать на проде. Дальше будет очень интересная тема, это тестирование, потому что, когда ваш проект начинает разрастаться до более-менее меняемых масштабов, без тестирования никуда. Ну, или вам нужно будет два вагона тестировщиков, которые будут все это тестировать. Вот, будем говорить о МОКах и фабриках. Вот, и, как обычно, будет в конце подведение итогов и так далее. Хотелось бы отметить, что в конце этого, этой части мы планируем уже, чтобы у вас был какой-то маленький пэт-проект, да, именно на джанде, чтобы вы понимали, ага, вот это работает так, вот это работает так, очень интересно, и поехали дальше. И вот, видите, тут слева улыбается Питер Гриффин, и это не зря, потому что в части третьей вот у вас уже будет примерно такое же настроение, потому что мы начинаем уже делать серьезные вещи, будем подключать GVT-авторизацию, будем говорить о Django REST-фреймворке, как одном из самых популярных REST-клиентах, да, для Django REST-фреймворке, поговорим о валидации, обязательно о сериалайзерах, очень интересная тема, вот, поговорим о кэшировании, троттлинге, ну, фильтрация, погинация, привет, мы понимаете, что это такое, дальше опять у нас антипаттерны, best practices и тестирование, и вот на этом этапе, я думаю, мы уже начнем, мы уже перестанем как бы играться с вот этим всем и у нас уже будет какой-то более-менее серьезный проект, где мы сможем применить вот все наработки, которые есть и я очень надеюсь, что нам хватит терпения, а вам терпения терпеть нас, потому что дальше мы попытаемся вот потрогать вот это самое интересное синхронное программирование, поработать с IOH-TTP, туда подключим немножечко SQL-химии, немножко мармелада и немножко джина. Вот. Машнелло. Машнелло. Зефира. Зефира. Ну, вы поняли, да. Как-то так. Для чего здесь кусочек с синхронным программированием и вот этим вот всем, что я наворотил. Я очень бы хотел, чтобы вы прочувствовали ту часть, еще как бы вступая в школу Python, чтобы вы поняли, что фреймворки на самом деле есть разные и работают они по скорости по-разному. джана работает хорошо по-своему, а ее шттп работает по-своему. Вот. У нас не так давно был онлайн-митап, где мы вот рассказывали об этом всем. И я надеюсь, что вы тоже как бы вот в конце поймете именно разницу между этими подходами, потому что у нас, например, вот на нашем проекте мы плавно переходим к использованию микросервисов. И вот это все микросервисная архитектура это очень занимательные вещи. Вот. Потому, так сказать, вам все карты в руки. Главное, не бойтесь спрашивать, структурируйте вопросы и я надеюсь, все будет хорошо. Да. И вот что же будет в конце? В конце будет, во-первых, ваш опыт разработки не просто, когда вы дома сидите и не знаете, что делать, а потом просто закрыли крышку ноутбука и ушли влядь. Это раз. Знакомься с современными инструментами для Python девелопера MyPy, Flake и Black. Black очень тоже классная штука, вам понравится. Понимание того, что такое best practices и антипаттерна. Ну, вот это accept exception, вот это прям всегда. FDD. Я думаю, может, вы уже слышали, но я так подозреваю, что все слышали термин TDD, это Test Drive Development, когда вы изначально пишете те тесты под свой код, а потом уже чего-то разрабатываете там, и вот как бы есть такой подход. но еще есть фича Drive and Development, это наоборот. Когда как мы делаем все, сразу пишем какой-то код, а потом под него подгоняем тесты. У каждого с этих подходов есть свои плюсы и минусы, но просто, я думаю, мы тестов коснемся очень плотно тоже. Также у вас будет после окончания школы понимание того, как работает Django и HTTPS. Мы попытаемся поделиться максимально с вами опытом, который у нас есть, показать все те грабли, на которые мы наступали. И сессия вопросов-ответов это пункт, который я не удалил. Да. Да, а теперь вот эти вопросы-ответы, которые я не удалил. Спасибо большое за такую презентацию. Тогда начнем с сессии вопросов и ответов. При регистрации в анкете вы многие указывали вопросы, поэтому я сразу отвечу на такой топ ваших вопросов и перейдем на вопросы в чатике. Многие из вас интересовались, как же попасть к нам в школу, поэтому сразу рассказываю. С правой стороны есть QR-код регистрация на школу. Вы заходите, там откроется анкета, вы ее заполняете. Это как бы первый шаг. Второй шаг выполнить тестовое задание и тесты и отправить нам до 5 мая включительно. После проверки вашего тестового есть еще два этапа. Это проверка английского. Мы рассматриваем кандидатов от уровня английского при интермедиат. И последний этап это собеседование с куратором. Вот такие три этапа у нас как попасть на нашу школу. Многие из вас задавали вопрос, можно ли после школы продолжить сотрудничество с компанией Elandis. Да, конечно, можно. Лучших студентов мы продолжаем с ними сотрудничать в формате фулл-тайма. Многие спрашивали, где у нас офисы, можно ли работать удаленно. Офисы есть в Днепре и в Киеве. Удаленно можно работать, конечно же, наши офисы работают в формате коворкинга. Все приходят тогда, когда им удобно. Все места оборудованы. Приходишь, хочешь, там работаешь, хочешь, работаешь из дома. И плюс у нас есть много коллег, которые работают удаленно из других городов. Тут никаких проблем нет. Многие спрашивали, какой у нас так называемый соцпакет. Рассказываю, у нас есть компенсация английского, компенсация занятий спортом, есть медицинская страховка, и мы поддерживаем обучение наших коллег, и тоже есть компенсация по обучению. Вот такие, наверное, топ-5 вопросов, которые были у вас. Теперь мы готовы ответить на вопросы в чатике. Ребята, кто из вас готов начать первым отвечать? Мы будем вместе все отвечать. можно нам озвучивать, наверное, потому что я не уверена, что мы видим чат. В общем, давайте я буду читать. Давай. В офисе или удаленно? Мы уже ответили, в принципе, на этот вопрос. В принципе, лучше было бы, чтобы человек был в офисе, потому что удаленно – это, конечно, круто, но джуниор-позиция, она предполагает больше общения. Ну, это мое субъективное мнение, что лучше, конечно, первое время в офисе. Фулл-тайм или парт-тайм? В принципе, полностью фулл-тайм, но можно в любое время, не знаю, можно пораньше встать, поработать, ну, типа, пораньше уйти. То есть, это все обговаривается, парт-тайм, мне кажется, нет. Наики сеньорити ревень разраховывает компания от успешных студентов. Давай я отвечу на этот вопрос. Тут все зависит от того, как защитятся после окончания школы. Это может быть джун, может быть джун-минус, возможно, кто-то защитится на мидл-минус, все зависит от вас. Чистовый процесс разработки, да. Чие в командах лидеры, которые принимают важные решения? Вопрос, на самом деле, с подвохом. Да, давайте я дам ответ. Смотрите, как бы, мы все существа социальные, да, и всегда у нас есть кто-то лидер. У нас нету никогда такого, что приходит, например, Ксюша и говорит, Валера, мы будем делать только так. На нашем проекте, да, и делаем в целом, всегда приветствуется критика. Если вы приходите с здравым решением, и вы можете аргументировать его, да, потому что, ну, вот, например, мы возьмем и будем юзать фестапи, потому что он модный, и мой друг на нем кодит. Ну, так себе аргумент. Если это действительно то, что нам нужно в данный момент, и мы сможем эффективно продвигаться в этом и доставлять фичи заказчику, то почему бы и да? Ну, еще хочу добавить, что у нас в общем есть архитектор Миша, он как бы в основном заведует всеми важными решениями, он обсуждает их заказчикам, но, в принципе, у нас каждую неделю есть weekly meeting, в котором мы даем свои предложения по улучшению или возможно какие-то моменты, где мы можем оспорить решения членов команды. Также у нас в принципе сейчас есть разделение на подкоманды, то есть каждая команда занимается своей фичой, в принципе, почти в каждой команде есть как бы лидер и есть его, ну, грубо говоря, подчиненные, да, с которыми можно всегда советоваться, то есть кто-то более опытный и кто-то менее опытный. Давайте дальше к вопросам. Или обучают новых сотрудников процессу разработки. Конечно. Да, но тут в принципе, как и Ксюша говорила, что не стоит ожидать того, что вас кто-то возьмет за ручку и будет водить прямо до посинения, то есть нужно понимать какие-то адекватные рамки того, что молодой разработчик должен задавать правильные вопросы. То есть если он будет задавать вопрос каждый раз а почему так, а почему так, ну, я не знаю, это такая грань очень размытая. Еще хочу добавить, что у нас есть процесс онбординга и за эти 3-6 месяцев вас знакомят с процессами и вводят в курс дела. Так, следующий. Яка частка рабочего часа выделяется на навчание співробитников? Якщо работа в офисе чи толкуется компания принимать? Так, сейчас первый вопрос. В рабочий час. В рабочий час, в принципе, ты занимаешься развитием насколько можешь в плане задач. То есть если ты делаешь задачу, в которой что-то не знаешь, в принципе в этот момент ты уже развиваешься частично. Помимо этого у нас каждое после испытательного срока и каждые полгода есть так называемое ревью. И вот после первого испытательного срока у вас проходит техническое собеседование, где вы подтверждаете какой-то свой грейд, но и помимо этого именно на этом собеседовании складывается индивидуальный план развития, в котором помечает ваш ментор, какие топики еще нужно вам выучить для того, чтобы там поднять грейд или просто вырасти технически. И собственно к следующему ревью вы можете по этому плану готовиться и развиваться вне работы. Ну либо же с помощью работы, если какие-то топики участвуют в вашем рабочем процессе. Да, то есть хотелось бы дополнить саме про яка частка рабочая часу выделяется на навчание співроботников. Мы все дорослые люди и прекрасно понимаем, что если я замовник какого-то проекта и вы на этом проекте работаете, то вы, конечно, можете подчетить какую-то технологию, но это здоровая идея, что в этот момент вы должны работать над поточным проектом своим. А если вы хотите изучить новый framework, пожалуйста, после работы никто не позволяет это сделать. А вы можете пройти раньше, сделать свои задачи, а какое-то время вы потратите на то, чтобы задать нужные вопросы. Тут стоит упомянуть о том, что в принципе все время, пока вы будете делать какие-то задачи, сам программист предполагает, что он постоянно учится, и поверьте, у вас будут самые последние технологии, и вы будете всегда что-то изучать. Я думаю, что мы каждый день обучаемся, и это нормально, и не беспокойтесь о том, что нужно что-то другое подучить, или что-то еще. То есть вы будете постоянно получать какие-то технологии задачи, которые будут возбустить вверх. Я думаю, двигаемся дальше по вопросам. Если работа в офисе, то компания про надзем специально обладанных индивидуальных рабочих мест для споробитников с вадами здоровья, например. Да, в этом проблем нет, если нужно будет, то мы, конечно же, оборудуем. Следующий вопрос. Как оформляются трудовые відносы между компанией и разработчиками. Мы работаем с фопами. Третья группа. Следующий вопрос, наверное, Паша, скорее к тебе. Читаем. У вимогах для участников на форуме с анкетой на навчание в Яландии с Python School я бачу три гилки разделения с полученными або перша гилка умов від 0,5 року досвіду работы с Python. Власне, я маю больше 2-3 роков досвіду с Python, тому я проходжу за цією умовою. Далі, у першому тестовому завданні необхідно розробити каталог курсів, створити ряд endpoints для наступних функцій. Але, незважаючи на мій досвід с Python, я ніколи не розробляв endpoints та не мав справ з веб-розработку. Через це питання наступне. Які матеріали треба працювати, щоб було можливо успішно виконати перше тестове завдання? Це достаточно просто. Нету никаких прям сверх требований по знаниям именно веба. Тестове задання в принципі выполняється с помощью обикновеного гугління і простой доки. На самом деле там достаточно простое задання. Местами где-то нужно подумати, а так в принципі все просто. То, що человек уже работав с какими-то другими направлениями це дуже здорово і дуже сильно забусти і буде дуже круто. Чи націонний курс Йоланди Спайден Скул саме новопроизводку і якщо так, то ще кринать протягом курса. В принципі курс йдет тільки на бэк. В самой компанії возможен рост і в сторону фулстака, но це треба обсуждать. Я тут имеюся в виду конкретно веб-разроботка, а не какие-то там наверное дата сайенс или там возможно десктопные приложения под Python или какие-то боты. Тут подразумевается конкретно написання веб-сайтов, веб-порталів і так далі. То есть только веб. В принципі ми только бэк затрагиваем из-за этого. В принципі весь современный веб тоже построен на этом же, тоже построен на андпоинтах, і если ми будем говорити о нормальном вебі, на такому хорошому уровню веба, то все равно це буде реакт, ангуляр, то же самое джанго, фласк, в общем, все, що выбереться. То есть це буде фронт і бэк. Скажите, запись буде? Да, запись буде, завтра ми всем пришлем на почту запись этого вебинара. Так, следующий вопрос. Как будет проходить проверка английского? Да, давайте я отвечу. Проверка английского будет проходить созвон с нашим преподавателем по телефону, она задает пару вопросов, обычно это занимает до 10 минут времени. Да, на самом деле ничего сложного, просто если она вам задаст вопрос, и вы хотя бы что-то поймете, то это уже признак того, что вы можете идти, открывать документацию Джанг и читать. Вопрос по поводу теории алгоритмов. Вы же понимаете, если мы начнем изучать теорию алгоритмов, то мы, кроме теории алгоритмов, больше ничего не выучим. Скажите, пожалуйста, как будете определяться лучшие студенты для попадания к вам в компанию? Я думаю, этот вопрос будет решаться коллективно нами, мы будем видеть по вашему коду, какие вопросы задаете, что у вас получается и не получается. Мы уже будем примерно понимать, что мы, кроме того, что мы работаем в компании, мы постоянно собеседуем собеседуем у нас уже проходят треть собеседования и ты уже примерно понимаешь, куда человек подтверждает или нет. Примерно так само будет тут. Я думаю, это до половины школы мы пройдем и мы уже будем примерно иметь представление, кто на что тянет. Но это не отменяет факт, мы скажем, а, вот эти пять человек мы берем, а вот эти десять остальных нет. Возможные ситуации, когда человек восприятный духом, он начнет получать. Для нас идеально, чтобы все закончили школу идеально, чтобы все вышли хорошими джунами, чтобы мы их забрали, куда-то построили, неважно. То есть ваша первоочередная цель, это закончить школу хорошо, а дальше будем разговаривать. Я думаю, и так. Можно еще добавлю по поводу, как будет происходить? Будет еще учитываться ваше посещение и как вы вписываетесь в дедлайны, потому что если больше двух раз вы пропускаете и не присылаете вовремя домашки, то с такими студентами мы, к сожалению, прощаемся, поэтому обратите на это внимание. нужно дополнить о том, что даже если вы не сможете не попадете к нам после школы, то спустя какое-то время все равно можно обратиться и подать заявку на собеседование и тоже пройти. И я советую в принципе, потому что в Яланте, если поверьте, есть множество компаний, в Яланте все очень хорошо работать и у нас очень крутой проект. Это не какой-то портал или еще что-то, это действительно очень крутой проект. Еще, наверное, хотелось подобавить по поводу некоторых моментов школы, что даже если вы не пройдете до конца, ну, в плане, до конца пройдете, но, возможно, не сможете попасть к нам в компанию, то мы хотели по прохождению курса каждый раз давать вам какие-то статьи на самостоятельное изучение в плане мы их у вас спрашивать не будем, но в будущем они вам будут полезны и при том, чтобы пройти собеседование не только у нас, но вообще в других компаниях. То есть мы обязательно попробуем дать максимальное количество знаний, где-то мы вам расскажем это сами, а где-то дадим вам просто нужную информацию для того, чтобы вы сами могли ее изучить. Наверное, дальше? Да, давайте я буду тогда читать. Сколько мест на курсе и сколько людей готовы взять на работу? Мест на курсе у нас 20, будем смотреть по результатам ребят и от этого определяться, сколько человек мы можем взять. В общем, готовы 20 человек взять. Здравствуйте, спасибо вам за данную встречу, меня зовут Влад, подскажите, пожалуйста, в каком режиме будет проходить обучение, я работаю пять дней в неделю до 19.00, смогу ли я без отпуска посещать уроки? В принципе, сможете, у нас занятие будет понедельник, пятница, 19.00, если вы сразу сможете подключаться онлайн, то почему нет? Все занятия будут проходить онлайн в зуме, длительность лекции, я думаю, что до двух часов, в принципе, все возможно, запись лекции мы не делаем, рассчитываем на личное присутствие на лекции. Также у меня вопрос насчет тестового задания, к сожалению, я не могу понять один из пунктов условий для выполнения. Ну да, он уже звучал, мы отмечали, но тут имеется в виду, допустим, в том же Django есть такая штука как JSON Response, то есть вы должны нам отдать его не в виде HTML-странички, как это обычно работает Django без REST-фреймверка, а отдать его в виде JSON, то есть, грубо говоря, дикта с ключами, только в определенном формате, который воспринимает браузер. Ну и собственно в браузере есть такая штука как Postman, и вот через нее можно отправлять также запросы с вот этим в JSON формате, и его же обрабатывать, когда запрос приходит в View. Ну да. В Django, да, в Django. То есть это именно касается то, какие данные приходят к Django, и какие Django или там Flask дает обратно на респонс. Это именно JSON формат. Надеюсь, чем-то помогли вам. расскажите вам проект. Давайте я расскажу. Ну, в общем, проект это аналог нашего МОНа. То есть если мы берем наш текущий проект, то это аналог текущего МОНа. Очень интересно. Мы стараемся, да, как модные девочки насыть сами последние технологии, так сказать. Вот. Мы постоянно обновляем. Мы там, например, уже using Python 3.9 последний. Мы стараемся подтягивать наши зависимости до последних версий и не плыть до этого там в конце чего? В конце поинта. Вот. Пока что это, наверное, все, что можем сказать. Вот. Как-то так. Ну, в общем, интересные технологии используются. То есть, как мы говорили, мы разбиваем монолит на микросервисы. То есть для это, в принципе, тоже интересный опыт. Также, помимо этого, используется много сторонних сервисов. То есть мы стараемся, ну, как бы, не писать свои кастыри, скажем так, а использовать уже какие-то готовые библиотеки и так далее. И используем их сервис, ну, функционал. Ну, в принципе, все, что, наверное, можно. Да, еще немножко дополню. Это финтех. Это очень широкий рынок. Это последние технологии, и это сверх крутые задачи, которые запомнятся просто на всю жизнь. Вот. и это проект из последних раундов. Вот. Давайте следующий. Просто сейчас быстренько добавим, там еще Александр написал два вопроса по поводу проекта. Какие технологии на проекте используются? Monolith, который сейчас написан на Django, Django Resframe. На микросервисы, за микросервисы лучше Валера расскажет, чтобы по технологиям. Ну, в принципе, на микросервисах будет все то, что мы будем проходить. Ну, у нас есть, то есть, не зря выбор технологий такой мы сделали, да, мы специально не взяли FSTAP, мы выбрали IOH-TTP, то, что мы на нем пишем, и у нас будет уже есть какой-то опыт, да, и мы вам скажем, мы работаем так, запроси делаем так, вот вам маршмеллоу, через него делаем валідацию, там, якусь, а вот джина, то есть асинхронная часть под алхимию, вот, ну, кавка и пауз, кавка и пауз, да, для общения между микросервисами. Вот, да, еще есть интересный вопрос от Станислава Акимова, да, это наш первый набор, почему мы заявляем, ну, Станислав, если вас не надо будет тянуть за уши, а вы же будете нам помогать, то, ну, может, вы до середины проекта доработаете, Ялантис вам предложить работать, так это. Нам нужен архитектор, если что. Да, да, может, сразу в архитектор, но, ну, как бы, наша заинтересованность, ну, по-прежнему, для начала, это наша заинтересованность, допустим, будет так, а во-вторых, ну, это всегда прекрасно, когда ты делишься с знаниями, особенно, это хорошо чувствуется в Яландии, когда ты приходишь, задаешь кому-то вопрос, и тебе всегда помогают, тебе не кажут, иди читай сам, нет, каждый готовый поделиться с знаниями, если у тебя нет какой-то экспертизы, тебе всегда предоставлют и объясняют, Сколько времени в неделю нужно будет уделять обучению, предположительно, все очень индивидуально, кому-то легче, кому-то тяжелее, то есть, возможно, надо будет очень хорошо попотеть, много ночами посидеть, поработать, подумать, и так далее, к тому, у кого уже есть, человек говорил, у него 2-3 года опыта с Python, я не думаю, что ему поначалу вообще будет тяжело, ему оттуда дальше возможно что-то будет новым, но наверняка не тяжелым. В презентации было слово менти, ментор и менти. Ну, это, грубо говоря, как, ну, чуть больше, наверное, чем тренин, наверное, мы пытаемся выпустить людей, то есть, как, ну, там уже вначале был вопрос, какого грейда мы ждем по окончанию школы, то есть, да, в конце мы стараемся выпустить человека с максимально глубокими знаниями, конкретно для грейдов джун, джун плюс, возможно, мидл-минус, то есть, менти, это просто как учитель, возможно, что-то типа подаван вообще. Да, юный подаван. Ну, по поводу еще вопроса, были уже наборы или нет, наборов не было, но, в принципе, каждого из нас уже были наши менти, собственно, которых мы чему-то обучали на проекте, то есть, какой-то опыт преподавания у нас уже есть, люди уже прекрасно работают. Дальше. еще вопрос по тестовому. Пожалуйста, поясните более подробно, что ожидается от этого пункта. Предоставить ритм и дезинструкции за развертание и запуск, что именно такое развертывание и запуск. Вот смотрите, я вчера потратил полтора часа времени, чтобы проверить четыре тестовых задания, ну, просто цифры. Мне, что, ну, иногда, когда человек пишет, что возьми, поставь такой питон, возьми, поставь вот это, сделай вот этот шаг, вот этот шаг, это прекрасно вообще, я хочу носить вас на руках, но когда человек просто сбрасывает и там написано запусти, и там будет, я не понимаю, как это запустить, да, то есть должна хотя бы быть указана версия Пайтона, какие пакеты вы ставили, возможно, вы использовали не просто джангу или фласс, вы еще какие-то библиотеки решили поиспользовать, да, захотелось там, мы же вас не ограничивали ни в чем, вот, кто-то ставил джангерестфрейм, кто-то не ставил, кто-то использовал саму джангу для того, чтобы рендерить запросы и рендерить запросы, так себе фраза, ну ладно, вот, чтобы отдавать какие-то джангерестфоны, да, то есть каждый подходил к этому более индивидуально, и иногда, чтобы понять, что хотел тот человек, который делал, будет очень много времени, и, как вы понимаете, не очень хочет это, как бы, скомканные ощущения вот такого теста, ну, грубо говоря, мы хотим, чтобы файлики ритми, вы описали пошагово все пункты, все команды, которые нам нужно выполнить, чтобы ваш проект у нас локально заработал, то есть это от того, что какие нам библиотеки поставить, потому что какой там виртуалэнд, библиотеки, какие команды нам нужно запустить для того, чтобы локально у нас сработал сервер, то есть, грубо говоря, например, для джанга это будет там manage.py, migrate, manage.py, run.server, для фласк это будут другие команды, ну, то есть, вот разворачивание это то, что какие библиотеки нам нужны для запуска вашего проекта, запуск, это уже команда, которая позволяет нам, чтобы локально сервер заработал, и мы могли локально отправлять на него запросы, вот примерно. Ну, и, конечно, с вашей стороны это показывает, насколько вы хорошо пишете, потому что хороший ритмный файл это показатель то, как вы будете в будущем работать и как вы будете объяснять другим людям то, что вы сделали. Да, полностью согласен. Вопрос по ДЗ, сколько примерно времени будет на него ходить, какие дедлайны, насколько реально совмещать выполнение ДЗ с холлтайм работой. Смотрите, мы планировали это делать как? Дни недели, понедельник и пятница выбранный не случайно. Почему именно пятница? Потому что мы хотим, чтобы вы в пятницу посидели на уроке, послушали, подумали, позадавали вопросы, а на выходных у вас было время, не отходя от кассы, так сказать, или там еще в пятницу вечером сесть, сделать домашнее задание. Как-то так. А понедельник будет такой более лайтовый день, где будет больше теории и вот этот период с понедельника до пятницы у вас будет уходить на то, чтобы что-то осмыслить. А именно на выходных вы будете больше как бы писать код и так далее. Вот мы думали именно как-то так. Ну да, для того, чтобы было проще ребятам, которые действительно работают всю неделю, и мы ориентировались на то, чтобы вам было проще. То есть дедлайны, то есть если это как-то, с пятницы по пятницу, наверное, будет провязать. Ну я думаю, да. Ну да, то есть вот скорее всего, если на одну пятницу мы вам задали домашнее задание, следующее нужно было сделать, наверное, хотя бы до среды, чтобы мы еще успели проверить до пятницы. Да, да, думаю, так будет. Александр Воробей пишет, я готов, Александр, дерзайте, ждем вас. Вот, когда вы придете к нам, я скажу вам добро пожаловать в ад. Члены команды напрямую общаются с заказчиком, английским или посредством менеджера. в принципе, конкретно ребята программисты, Python, developer, content developer, мало кто общается с заказчиком напрямую. у нас есть еще промежуточные команды, и они узнают всю информацию, которую нам в итоге нужно будет делать. Изредка некоторые из ребят могут пообщаться с заказчиком, даже не с заказчиком, по каким-то вопросам, либо в чайных, ну, очень редко, когда кого-то зовут на звонок. Да, в основном позиции, которые присутствуют на каких-то обсуждениях, да, это уже где-то от медла туда и выше, и к помидору туда, вот, и вот эти люди, как правило, уже обсуждают и говорят, вот, например, вот это у нас работает или вот это не работает, и предлагают такие-то решения, данных проблем, если вы, у вас пока что с английским плохо, да, и вы придете, например, джун-минус, то на следующий день вас не заставят общаться на английском, потому что должно пройти какое-то время на адаптацию, да, то есть, вот, ну, как у меня было, то есть, ты приходил, там, говорил, что сегодня ты делал что-то то-то-то, типа, и все, типа, или я делал такую-то задачу, ну, а потом уже вы как бы привыкнете, и вам будет уже проще, вы будете рассказывать, что вы делали, и потом вы вырастите все, вот, да, это больше, ну, и помимо этого, как бы компания приветствует, чтобы вы изучали английский язык, если у меня проблема, в том, что вы боитесь общаться на английском, в любом случае, вам всегда помогут в этом плане, не переживайте. Еще дополню то, что, в принципе, все должны понимать, что общение с клиентом напрямую, это свидетельствует о опыте и о уровне программиста, так что сначала, как сказала Валера, Джун не общается, в принципе, с заказчиком. Да, вопрос от Артура по поводу своих дополнений, и о аутентификации, ну, смотрите, мы, конечно же, разберемся, что вы там нас навертели, да, в своем задании, или сделали хорошо, да, но, тем не менее, если вы опишите, как мне вот делать, как бы вы хотели, да, представьте, что вы просто получили вот этот black box и вы описываете, как этот black box завести и как мне проверить, что то, что там реализовано у вас внутри в этой коробочке, да, совпадает с описанием, которое мы вам прислали, техническим заданием. Отправили ссылочку, можно сгенерить реквайрманси тексты, не знаю, это был вопрос или утверждение, но идея очень здравая, нужно, нужно, зайдите в любой проект, вы найдете там все библиотеки, все зависимости, которые надо ставить. Сколько тестов вы уже отримали, отримали? Около 10, наверное. Да, 10-12. Да, Да, мы поняли, что это подтверждение. По поводу, еще хотела добавить, по поводу дополнений, мы всегда рады увидеть, что вы умеете что-то больше, чем мы просили. Единственное, что действительно, лучше, если вы какие-то моменты допишите в ритме, и вообще в идеале, если вы там еще какие-то эндпоинты сделали, написали, как к ним обратиться, какие данные в них можно запихнуть, то есть какое-то минимальное описание, грубо говоря, документация к вашему небольшому проекту, это тоже будет плюсом, это ускорит нашу проверку, и нам будет намного приятнее, и возможно, где-то поставят вас выше, чем у других людей на проекте. Так, есть еще вопросы? Я так понимаю, что в принципе уже все... Вроде бы мы все ответили, ссылку на регистрацию на курс я спросила в чат. Ответа еще никто не получал, потому что они еще в состоянии проверки. Общение в команде, на каком языке? Ну, смотрите, у нас есть... Какие же наставы? У нас есть... Смотрите, если вы... Есть, например, Jira, где мы ведем задачи какие-то, и у нас есть часть команды, которая находится в другой стране. Если вы напишите там на русском, вас, наверное, не поймут, потому уметь хотя бы написать, это просто must-have. ну, это... Ну, и тянет документация у нас тоже на английском. Ну, то есть, внутри команды, там, в Днепре, на звонках, там, дейлики и все вот эти вот прочие моменты, они идут у нас на русском, русском-украинском, на котором им удобно говорить. А все, что касается какого-то flow, то есть, Jira, Slack, где есть, ну, другие члены команды вне украинских, все это пишется на английском. Да, все комментарии... Комментарии кода, комментарии к мерч-реквестам в GitLab, потому что, в принципе, там вся команда у нас наша, но мы приветствуем, чтобы ребята писали все комментарии на английском. Не, вы задавайте. Насчет архитектора, на самом деле, у нас уже есть архитектор, у нас проект очень сильно растет, это не 10 человек в проекте, и не 20, и не 30. Из-за этого нам нужно некоторое количество архитекторов. С заказчиком не нужно будет общаться. Если это Джун, нет, как Ксюша и Валера ответили, английский язык нужен чисто как для документации и, возможно, где-то что-то написать, потому что мы, в принципе, используем не один S на кириллице, а мы используем латиницу, и, в общем, английский кое-как нужен. И это никогда не помешает в профессиональной жизни. Вот Андрей Машко задал вопрос, ответы же на тестовое задание никто не получал. Верно, Андрей, но я вас помню, я все видел. Можете прямо сейчас крестить, да? Да. Длительные школы в днях, по-моему, два с половиной месяца. Длительности раз в половину месяца, но именно лекции будут опубликовать, по-моему, да? Да. Смотрите, да, еще по длительности. Мы бы рады это, я думаю, в принципе, мы могли бы это сделать каждый день, но просто вам нужно время, чтобы что-то еще делать, а нам потом нужно время, чтобы то, что вы сделали, проверить. Это раз. Во-вторых, ну, хочется, как бы, ну, тоже есть у каждого работа, я не знаю, друзья, семья, да? Туда проводите время. Потому вот мы решили, что только два урока будет в неделю, чтобы тоже иметь какие-то здравые вот рамки этого всего. Мы понимаем, что это будет тяжело, это будет вот именно интенсивно. Я почему-то говорю, я просто есть знакомая, она ходила тоже на курсе, по фронтенду, и я знаю, насколько было тяжело, потому что вот изначально были цветочки, вот бабочки, все просто прыгали по лужайкам зеленым, а потом включается хардкор, и начинается вот эта туса веселая. потому хочется как бы максимально плавно погружать в вас вот это все и дать максимум знаний. Мы готовы отдавать вам максимум всего, что мы знаем. и еще дополнение, ну, мы так планировали, я не знаю, Ирина, подтвердили или нет, у нас будет телеграм-канал, там, где будет нас, то есть мы втроем, при ментора, в котором, если у вас возникнут какие-то вопросы, там, домашнего задания, или, возможно, что-то не поняли во время лекции, то можно будет отправить нам вопросы в телеграм, и мы вам постараемся чем-то помочь. Желательно не писать в директ, потому что вопросы могут повторяться, чтобы все ответы видели сразу все люди. В общем, продолжение школы будет после школы. Приходите к нам в проект, будет просто. Да, будет весело. Вот питание Вячеслава Павленко, можно заместиться отправить линк на гид, в яком мы 10 плюс джуновых проектов. Но главное, чтобы цей линк был на ваш гид. А вообще, я думаю, если вы, так сказать, опытный самурай, и вы уже 10 раз наточили свою катану, то вам ничего не стоит наточить в 11. Ну да, просто хотелось бы увидеть конкретное задание в конкретном исполнении, потому что все-таки мы вас частично будем сравнивать, и выбирать лучших. И как бы в этом плане удобнее сравнивать, когда одно и то же задание сделано. Да, оно будет сделано, естественно, разными подходами, разными, возможно, технологиями, но все равно на одном виде проекта будет легче понять, кто подходит, кто нет. но как дополнение вы можете скинуть линк на гид с вашими проектами, посмотрим, ознакомимся, покритикуем. Покритикуем, да. Если вы пройдете как мидл, то вместо школы сразу возьмем на проект. Вроде бы больше вопросов нет, я тогда предлагаю заканчивать. по поводу доступных позиций мы говорили о том, что будем смотреть от того, кто придет на нашу школу и уже на месте решим, сколько мы можем взять. По их успехам. Да, по успехам. Да, все зависит от вас. Да, я думаю, если сойдутся звезды и будут 20 достойных успешных, нет, два архитектора, два сеньора. 20 junior Python девелоперов, хороших, действительно, то в любом случае вы не останетесь без внимания, скажем так. А если что, мы поможем. Да. У нас много знакомых. Так, вроде бы все вопросы мы ответили. На правах рекламы тут есть еще наш телеграм-канал, тут много наших ивентов, митапов, в том числе будут и по теме Python, так что присоединяйтесь. Если у вас еще будут вопросы, пишите либо нам на почту, либо в Facebook, мы обязательно вам ответим и регистрируйтесь на нашу школу. Всем большое спасибо, что сегодняшний ветер провели с нами. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok